Музыка 28 апреля Буйский район посетил депутат Государственной Думы Алексей Ситников. В поездке его сопровождали областные парламентарии Андрей Бычков и Олег Скобелкин. Первым пунктом в повестке дня стало собрание депутатов Буйского района, на котором были рассмотрены три вопроса. Отчет об исполнении бюджета за 2016 год представила начальник финансового отдела районной администрации Нина Васильева. Из доклада следует, что на поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета в прошлом году было выделено 6,6 миллиона рублей, из областного – 500 тысяч. О готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов доложил первый заместитель главы района Евгений Гуляев. В 2016 году так называемый паспорт готовности к прохождению зимы Буйский район получил одним из первых. Евгений Васильевич назвал наиболее значимые результаты работы прошлого года в этом направлении. В 2016 год были выполнены следующие объемные и такие вот наиболее значимые работы. Первая – это была проведена полная реконструкция систем водоснабжения в селе Дор. Выполнение данной программы позволило обеспечить население села кажется на водой. 100% заменили варенье водопровод на новый, построили новую скважину со всеми коммуникациями. В принципе, такой объект был по данной программе как бы единственной в области. Затрачено было около 8 миллионов рублей. Второй – это такой объемный работа. Это проведен капитальный ремонт общего имущества на квартирных домах. Это поселок Афонина. Ремонт инженерных сетей более чем на 1 миллион рублей. И поселок Чистая Бары, бульвар строительный 9-й – это ремонт кровли, где-то 1 миллион 300. Необходимо отметить, что Буйский район – это первый из районов области, получил пастор готовности к работе в осенне-зимний период от Ярославского ростехназора. Это позволило нам значительно сэкономить денежные средства, которые необходимо было бы истратить на определенный вид работ. Также была подготовлена техническая документация на реконструкцию ФАПа в деревне Бараново. И данный объект благодаря этому был включен в федеральную программу развития сельских территорий на 2017 год. Ну и выполнен ремонт спортивного зала школы в селе Битвуга. Сейчас подготовлена проектно-сметная документация на ремонт ФАПа в деревне Бараново, что позволило включить этот объект в программу развития сельских территорий на 2017 год. Кроме этого объекта, в планах у Буйского района ускоренная программа ремонта лифтового хозяйства в трех домах поселка Чистая Бары и многое другое. Следующий объем работы – это выполнить ремонт и работу спортивного зала в деревне Коренево, провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, это поселок Чистая Бары, бульвар строителей 10-й, здесь инженерные сети, объем работ большой, больше 6 миллионов рублей. Также для себя мы отмечаем, это продолжить работу по строительству новых блочномодульных очистых сооружений в поселке Чистая Бары на 1000 км в сутки. Данную работу мы ведем уже 2-3 с лишним года, почистные сооружения, поселок Чистая Бары у нас их нет, в следствии в Макачан город Бузе 20 км. Вся система перекачки, она уже не то что морально, а физически, наверное, на 200% устарела, эту работу надо вести. Андрей Игорь сейчас это жестко взял работу, новый замгубернатора под этот контроль. Будем надеяться, что эта карта сдвинется с мертвой точки. Ну и к началу отопительного сезона необходимо получить паспорта готовности всем организациям, ну и, конечно, паспорт готовности района. У нас также, как и прошлый год, получать будет поселение. По обеспечению топливом, обеспечение района каменным углем на следующий отопительный сезон планируется также самостоятельно. Здесь у нас, в принципе, все наработки есть. Здесь будем закупать примерно 630 тонн каменного угля. Дровами также будем обеспечиваться по старой схеме. То есть завоз дров для котельных ЖКХ будет производить. Сами предприятия для населения, артистикой для населения, через администрацию поселений, при участии администрации. Общая потребность в дровах у нас на депутатный сезон 17-18 год составляет примерно 3000 км. Это котельные ЖКХ 818, население примерно где-то около 1000 и бюджетные учреждения примерно где-то 1100. По подготовке водопроводно-конвенционного хозяйства района планируется провести плановые ремонтные работы силовыми предприятиями ЖКХ. Кроме того, необходимо ответить, что необходимо продолжать работу по изготовлению колодцев. И это возможно, особенно в малонаселенных пунктах, по возможности закрывать скважины с малым населением. Собравшимся также была представлена информация о дорожной деятельности в районе на 2017 год. Ранее запланированные работы уже обсуждались с районной общественностью. План рассматривался и утверждался на заседании районного общественного совета под председательством Людмилы Разумовой. На депутатском собрании обсуждались принцип формирования норматива на содержание дорог и вопрос об ограничении движения на дорогах Буй-Галич, Буй-Любим, которые нужны району для обеспечения жизнедеятельности муниципального образования, и которые, к сожалению, разрушаются, поскольку по ним проезжает грузовой транзитный транспорт с превышением массы груза иногда в 10 раз. С этой проблемой решено обратиться к областному руководству в Департамент транспорта и дорожного хозяйства. Вместе с главой района Александром Александровым высокие гости побывали в Креневской средней общеобразовательной школе. Алексей Ситников пообщался с учащимися и педагогами. Целью посещения стал спортивный зал школы, располагающийся в одном из школьных зданий, построенном в 1902 году. В нем до 79-го года находилась Устиновская начальная школа. Зал для занятий спортом планируют реконструировать и сделать типовым. Не только дети, но и взрослые в Кренево увлекаются спортом, занимаются в тренажерном зале, который частично собрали сами. Школьники рассказали, что увлекаются кто футболом, кто лыжами, но тренировки в зале нужны всем. В конце встречи гости пожелали ребятам успешного окончания учебного года. Следующим пунктом визита стал современный завод «Воскресенский сыродел», являющий собой наглядный пример грамотного хозяйствования и вложения инвестиций, постоянного расширения спектра выпускаемой продукции, на которую можно было не только посмотреть, но и попробовать. Гостей встречали начальник управления сельским хозяйством района Светлана Амельченко, глава городского округа «Городбуй», президент Ассоциации сыроделов Костромской области Валерий Катышев и директор завода Александр Кузнецов. Гости посетили производственные цеха, оснащенные по последнему слову техники, ознакомились с процессом изготовления сыра, побывали в сырохранилище и в упаковочном цехе. Завод успешно работает, расширяя число потребителей и рынки сбыта, выдерживая конкуренцию в стране и завоевывая высокие награды престижных конкурсов. Но для того, чтобы выйти на такой уровень и работать в полную мощность, потребовалось немало вложений средств, сил, руководства, изучения передового опыта, одним словом, инвестирование. Без инвестиций сельхозтоваропроизводство в районе было бы не возродить. На заводе «Воскресенский сыродел» состоялась встреча с сельхозтоваропроизводителями Буйского района. В разговоре приняли участие руководители предприятий. Директор агрофирмы «Планета» Илья Новиков, заместитель директора Евгений Шихалев, директор «Воскресения Агро» Алексей Сиротин, директор «Зарницы» Раиса Лаврова, заместитель директора Николай Лавров, директор «Буйской птицефабрики» Павел Нейла. Депутат Высшего законодательного органа страны Алексей Сетников рассказал собравшимся, какие шаги предпринимаются для принятия на государственном уровне программы «Нечерноземье». Напомню, что программа была инициирована Костромской областью. 23 апреля в Совете Федерации за круглым столом обсуждались проблемы регионов Нечерноземья, определены направления их господдержки, молочное и мясное животноводство, льноводство. По словам Алексея Владимировича, подход к регионам Нечерноземья должен быть комплексным, программным. Сейчас все достижения села в нашей стране связаны с югом, с зерновой житницей. В южных регионах сельское хозяйство – это уже бизнес. В нашей полосе ситуация другая. Улучшить ее поможет программа Нечерноземья. Еще на стадии ее разработки удалось зафиксировать объем выделяемых на поддержку сельского хозяйства средств на уровне прошлого года. Также разработана единая система субсидий на регионы, принцип расчета которой предусматривает увеличение сумм для регионов Нечерноземья. Для регионов Нечерноземья мы введем повышающий коэффициент. И область наша уже в 2017 году увеличила, объем средств увеличился. Мы по несвязанной поддержке, при расчете объема средств для регионов для несвязанной поддержки, для Нечерноземья уже ввели повышающий коэффициент. Для регионов Нечерноземья снизили долю сфинансирования. То есть нам теперь из областного бюджета не более 6% сфинансирования все остальные деньги дает федеральный бюджет. То есть даже еще не принят всю программу, первые шаги мы сделаем. Но понимаем, что подход должен быть все равно программный, подход целостный к развитию и подъему Нечерноземья. Поэтому 23 марта мы провели круглый стол в Совете Федерации и обсудили актуальную проблему поддержки Нечерноземья. Там определенные направления поддержки. Это и молочное животноводство, и медноводство, и мясное животноводство. И сейчас в рамках Министерства хозяйства идет работать на все-таки формулирование самой программы. Мы ими не ждем у моря погоды. Я буквально на неделе в нашей Советской Академии мы провели разговоры, что мы не совещали, и озадачили ученых создать и разработать пилотный проект воссоздания умирающих сельских поселений. То есть к умирающим сельским поселениям мы относим те, где нет уже никакого предприятия, либо фермера, либо предприниматель. К сожалению, такие поселения есть и населенные пункты. Мы пилотный проект подрабатываем с тем, чтобы понять подходы, рассчитать объем средств, необходимых для коренного изменения ситуации, и уже с этим проектом выходить на федеральную вырунность в отношении включения финансирования. Незыкливо сбьется в позиции проект по санкциям и по защите местного товаропроизводителя. Сейчас идем активную работу с сетями с точки зрения равных прав поставщиков продукции в сети и самих сетевых компаний. То есть вот эта работа идет. Денег не так много, как хотелось бы, но мы работу ведем. С одной стороны, опять же, мы говорили о том, и я ставил задачу говорить вместе с партией о получении возможности кредитования в годный процент по 5%. Да, это приняли. Но опять мера половичная. То есть фактически только успешные предприятия могут быть, так как операторы выступают в крупные государственные банки, Росфельхоз, Сбер, ну да, рядового фермера не пустят фактически получить кредит невозможно. Поэтому немного, вот мы сейчас и полиция проводили на региональном уровне, немного сетевых предприятий могут воспользоваться этими годными кредитами, к сожалению. А при инвестиционном даже денег нет в инвестиционном. На этот вопрос тоже сейчас. 14 марта министры вызывали на фракцию, пускаться на Думе, где эти вопросы очень-то жестко ставили. Сейчас ищем взаимопонимание с тем, чтобы 35% кредиты, первое, они уже есть, но это, я считаю, очень серьезный шаг в облегчении получения кредитования. Но второе, все-таки, мы должны запустить в эту систему региональные мелкие банки, в которых нам, как с инвестиционно-образитор, легче было кредитоваться. Поэтому в этом направлении мы работаем, мы тоже ставим перед собой задачу, чтобы все-таки эти процентные кредиты были доступны. Но надо понимать, что все равно эти кредиты надо возвращать, и подходы даже региональные банки достаточно жесткие, по залоговое, будем говорить имущество по показателям деятельности предприятий. И поэтому работы много. Еще впереди общество, с одной стороны, времени много. У меня как у депутата государственного, но я понимаю, что и мы на круглом столе, с Чехмаревым, это директор, и по камеру с него замминистра, обсуждали, что если мы сейчас за этот год конкретное правительство и Минфинное предложение по объему средств, необходимого на развитом Чернодемии, не представим, то программа ее принятия будет отдвигаться до 2020 года. Поэтому сейчас мы усиленно этим вопросом занимаемся. Мне непросто, потому что, к сожалению, вот из нашей стороны я один депутат. Все это в аграрном семитете, то есть, куда-то думают, там, два или три, 50 лет толпоза из Ставропольского, государственного краев, то есть они сегодня, к сожалению, еще далеки от нашей с вами проблемы. У них проблема там, как до земли взять, а у нас проблема, особенно с администрацией, как эту землю в оборот запустить. Целенно противоположные проблемы решают. Уже там власть стоит вопрос подложения налога, если просто предприятие, потому что, ну, на юге сегодня это реальный бизнес, в исключении, не подпитающий. У нас вопросы существенной поддержки и освобождения цехнологов строительных. То есть, к теме, пока там у этого это прорез тяжеловато, мы и губернаторы вместе сейчас сенсируем в создании Ассоциации регионов Нур-Черноземья и все-таки пытаемся повлечь губернаторов в областей соседних более активно подвигать нашу фирму на федеральном уровне. Потом работа идет, хотел бы вам об этом доложить. Мы радио, что 9% продукции делаете высочной. Поэтому часто у нас бывают такие высокие гости, у нас в родительнике тогда ужасно не думают, поэтому что нам нужно еще для дальнейшего развития, а в узкой районе действительно все сутки леса развиваются и по надбой, и по валу, и в теннисном выражении. Все фабрики у нас хорошо развиваются. Что нам нужно еще, чтобы этот процесс шел более высоким темпом. Валерий Васильевич, который огромное возвратил это предприятие, его сегодня не перетащишь никуда, не перевезешь. Дорогу поддерживает, сама глава, чтобы она была, и, естественно, продукцию. И вот мы увидели здесь, какой сегодня конкретный, по тяжелейшему пульскому району, во все советские времена был, а граждан самый такой непростой, по многим причинам. и сегодня, наверное, надо делать все руководители хозяйств, и, естественно, подумать, может быть, где-то копирироваться, не копирироваться, но вопрос, на мой взгляд, напрашивается, все просит для развития молочного жирового колодства. Это корма, это скот временной. Это новое оборудование, невозможно строительство каких-то новых ферм, потому что животноводом найти сегодня очень-очень сложно. Поэтому отходите к Алексею Владимирович какие-то вопросы более конкретно такого плана поддержки и денег, чтобы конкретно для депутатов округа вашего, я, депутат, знаю, понимаю ситуацию через областную думу, потому что Буйский район сам сельский удержать можно только на этом принципе, потому что здесь и картофель, и овощи, и другое, что не пойдет. И надо посмотреть, привлекать вот и те хозяйства, то есть ближе кто к предприятию к этому, наверное, чтобы он расширял объем, а реализацию, чтобы и цена не падала. Алексей Владимирович, наверное, пробиться, я знаю, как в Москве, там, конечно, в Кремлевом, там, куда эти, сары, пробить сложно, но где-то находясь, встречаясь там, посмотреть, помочь организации, что это именно чистый продукт экологический, что это с костромских лесов и земли, где нет никакого возражения. Для того, чтобы, наверное, развивать и поднимать сельскохозяйство, которое уже находится достаточно в полгийском уровне, да, и все равно заинтересованы люди, это раз, поддержка государства, это два, ну и кадры, это три. Чего, к сожалению, у нас, к сожалению, академия, она существует сама по себе, сельскохозяйство существует сама по себе. Я знаю, что многие специалисты уезжают, к сожалению, в Калужскую область и дают более лучшие условия. То есть надо прорабатывать программу 6 тысяч рублей для молодого специалиста вроде бы денег, но на самом деле маленькие деньги. Но необходимо, наверное, дополнять эту программу жильем, необходимо программу увеличивать в денежном выражении, если мы хотим действительно специалистов закрепить. А без специалистов сельского хозяйства не будет. Вот без среднего звена. Если младшее звено мы еще как-то можем заполнить там разными способами, то если не будет среднего звена, не будет будущим имправленцем и не будет сельскохозяйство. Что касается закупки обновления техники, ну какая-то поддержка есть. Она из года в год такая достаточно худосочная и уменьшается. Это не позволяет. Мы переоружение провели, на миллионах, на 80 закупили техники. Не все, к сожалению, пришло по программе компенсации. Я знаю, что у нас планета агро тоже самое, такую же сумму потратила, у нас даже больше. Но сейчас техника, которую мы покупали, там 5-6 лет назад, она уже начинает не годность, надо покупать новую, если мы хотим действительно заниматься и выращивать урожай. Урожай растут, надоем, правильно, растут. Это еще мало, конечно, что такое 17 тонн, на сегодняшний день мы доим. Да, мы должны доить 30 тонн, хотя бы. Вся область в свое время доила полтора миллиона литров. Сегодня доит 150 тысяч литров. Как видите, 10 раз меньше. Мы даже сами себя не кормим. Финансировать должно быть поле поддержки, должно быть серьезно, чтобы это было привлекательно для инвесторов, что будет прицабилие. Не только там работать в ноль, но и работать практически в ноль. Если будет уровень поддержки сверса более серьезный, гораздо больше дает инвесторов. Земля будет, так сказать, давать урожай. Земли заброшены много, нужно оказывать поддержку, значит, даже нам не нужна коммерсборочная машина, а одним нам не нужно. Это надо купить 2-3 на область, которые остался делают. Они покупают, так сказать, за интервью, так сказать, как она в аренду, нам нужно ее на 2 с днём в год. Тратить 2-3 миллиона рублей на эту машину, она нам не нужна. Это большая закратка. То же самое есть специфическая техника, которая, так сказать, мальчирует тех же подростков, которые на полях уже все заполоняют. Это тоже серьезно дорогие вложения, 3-5 миллионов стоит эрегартовски, чтобы его, так сказать, действительно он работал. Тоже ни одного хозяйства, ни в стоянии, где столько и не надо, он отработал буквально, там, месяц-два, и он был стоять, целый год. В областной думе даже вот Брежнева созыва, сколько мы с рядом не только встречались, которые говорят, что сельскохозяйство это черная гора. Ну, на самом деле, это не так, и вот даже нам удается зарабатывать с небольшими дними. Есть у нас образцы, примеры хозяйств в Савинском районе, которые действительно работают, целый риск руководства и зависит от людей. Вот я скажу, что если мы водитель подобивали старый завод, и мы его уже давно добили, не вкладывая никакие сегодня инвестиции завтра не получат результат. Сельскохозяйство тем более инвестиций настолько длинное, 5, минимум, 10-15 лет, чтобы получить результат. Собравшиеся приняли активное участие в обсуждении проблем, с которыми сталкиваются на предприятиях. Это компенсация вложений в производство, это проверки со стороны Россельхознадзора, штрафы, классификация опасных отходов, к которым в последнее время относится и навоз. Это и перегон или транспортировка негабаритной для наших дорог специализированные сельскохозяйственные техники и многие другие вопросы. Мы пытались на оригинальном уровне проходить какие-то создания государственного предприятия сельскохозяйственных пенов, эффективность сельскохозяйственной низкой. У нас сегодня мы открываем инструменты кооперации, то есть, опять же, при участии департамента АТК создавать общее предприятие, наполнять его техникой и ее все вместе использовать. Под эту тему мы финансируем сегодня не с бытовых оперативов, а именно производственных оперативов, чтобы объединяться для приобретения и использования какой-то техники сильно специализированной. В этом направлении может быть на районном уровне подумать, а мы деньги для этого как пилотных проекта предусмотрели. Ну, там, тварь, эти камни, машины, там, набор таких трех-четырех машин, либо на закупку их там профинансировали или как-то компенсировать затраты частично. Роспостнадзора, то сегодня я обязательно встречусь и действительно эти вопросы нужно предубеждать и касаемо негативных систем, касаемо хранения налоза, по молодым специалистам государство расставило приоритеты и в первую очередь мы обеспечили условия хранения с точки зрения здоровья и образования и это показало свой эффект. Движемся с точки зрения направления поддержки кадров на село и достаточно с вами абсолютно согласен ищем деньги для того, чтобы эту поддержку увеличивать. Но здесь вопрос, вот опять сейчас я в Министерстве встречал в Министерстве образования с министром обсуждали академик сельхоз и будущее. предполагается система финансирования сельхозвузов только по тем специалистам, которые есть договора с предприятиями и гарактированное место работы по возвращению. То есть это подвигнет каким-то образом и академию более жесткой связи устанавливают с предприятиями, а нам с вами как руководительственные предприятия на первом этапе специалистов сами предприятия не имеют финансовых средств обеспечивать уровень зарплат. Поэтому рабочие представляют готовы, но поддержка бюджета для доведения зарплат молодых специалистов до средних по хозяйству или по региону нам поддержка нужна. Не говорить о 3-5 тысячах, это ни о чем цифре. Мы говорим о том, что есть отношение отчитываемых зарплат предприятий и также доводить до средних регионов. Вот такой подход есть. У него есть перспективы для поддержки федерального уровня. Спасибо, мы и будем работать дальше. Спасибо большое. Спасибо.